Да, а у нас сегодня эксперимент, у нас сегодня девичник, который проходит в рамках проекта «Секрет Поли Шинеля». И в студии автор и ведущая программы «Зеленая передача» Светлана Налетова, и я автор и ведущая программы «Суперстар». Ну и, конечно, несравненная Анна Шамбадал, ведущая нашего «Утро». Боже мой, я этот эксперимент люблю лишь за то, что вы так представляете нас. Спасибо огромное. Итак, ну что же, а мы продолжаем. И хотелось бы рассказать, что сегодня в правительстве региона пройдет торжественное награждение юных южноуральцев, которые совершили героические поступки. Об одном таком поступке хочется рассказать, потому что мальчик из поселка Тимирязевского, Чебаркульский район, вышел с нами на связь и готов как раз-таки поделиться. Да, зовут его Вова Каштанов. Летом этого года он спас тонущего в воде пятилетнего мальчика. И сегодня с нами на связи сам Вова и его мама Ирина. Итак, ну что же, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вова, во-первых, хочется тебе сказать много слов благодарности за то, что ты не побоялся и сумел совершить этот поступок. Ну и хочется сегодня вспомнить, расскажи, пожалуйста, этот день, как все произошло, свои эмоции, чувства и свое решение, как оно к тебе пришло. Ну это было 12 июня, день России, что я просто плавал, купался и у нас был такой день, что просто отдыхали. И тут я просто плыл к мантону и увидел под водой уже мальчика. Я не успел даже испугаться и вытащил его сразу же на берег. Скажи, а тебя вообще кто-то учил или нет таким поступком, что нужно помогать людям? Или это у тебя автоматически как-то сработало? Да, меня учили уже четвертый год. Я училась в военно-патриотическом клубе «Стронг» имени Григория Катанаб. И у нас было много сборов. Мы там учились, и медики были, и спасатели нас учили. Я вот хочу у мамы спросить, как мама маму, так сказать. Ирина, вы когда узнали о поступке вашего сына, вас сначала, наверное, ужас охватило того, что ваш сын сам рисковал жизнью? Или вы были уверены в том, что ваш ребенок способен на такой героизм? Нет, я к этому была не готова. Об этом мы даже и никогда не подготавливались, ничего. Я была в этот день на смене. И когда узнала об этом по телефону, конечно, был шок. Как это, что это, сначала не могла поверить. Но потом все-таки сказали, что это действительно был мой сын. Но я, конечно, рада за сына, что он не проплыл мимо, и все-таки он дал жизнь этому ребенку. И ребенок сейчас хорошо себя чувствует. А то есть вы общаетесь, да, с семьей этого мальчика? Вы знакомы с ними? Ну, мы как бы первое время общались, что она звонила, мама, и это... Но они живут в соседнем населенном пункте, и мы отношения сейчас не поддерживаем. Вов, скажи, ну а ты вообще, когда, в принципе, это случилось, какие у тебя были чувства? Ну, когда это случилось, я даже ничего не понимал, что происходит. Многое время не мог понять, что вокруг происходит, что может, что был испуган, может, был шок, не знаю. А ты сам лично считаешь себя героем после такого поступка? Нет, героем я себя не считаю, потому что мне кажется, на моем месте выступил так же каждый человек. Спасибо, Вова, тебе огромное. Мы выражаем свое восхищение. Ирина, вам спасибо огромное за то, что вы вырастили такого сына. Спасибо. С нами на связи Владимир и Ирина Каштановы. Друзья, нужно брать пример и, конечно, вот в такой, в таких сложных ситуациях, как Вова, поступать. Ну, если у вас есть возможность на этом. Далее у нас, наверное, любимая рубрика. Анастасия, Настя, любишь фильмы смотреть? Обожаю, да. Я обожаю ее и смотреть эту рубрику, и писать домашний кинотеатр. Но этот раз еще приятнее, потому что писала не я, еще интереснее. А про что будет она сегодня? Так. Современные, популярные сериалы для женщин. Ну, а вы о чем думали? Отстанно.